Социальные учреждения региона должны быть обеспечены качественными местными продуктами, которых у нас хватает. Но для этого перерабатывающим предприятиям необходимо оказать поддержку властей. Об этом заявил губернатор Сергей Баженов в ходе своей рабочей поездки в Михайловский район. Здесь он познакомился с работой агропромышленного комплекса и посетил один из крупнейших в области комбинатов по переработке молока. Слово Марии Иванченко. Михайловский маслосредельный комбинат работает на рынке уже не первый год. Большое внимание руководство завода уделяет обновлению оборудования и постоянному расширению ассортимента. Ежедневно здесь перерабатывают тонны молока, из которого получаются разнообразные сорта кефира, сметаны и сыров. В этом цеху, к примеру, вручную плетут так называемые косички из сыра. Уже выкинутые нити опускают в рассол. Просто если его заплести в косу, будет лучше. Он выглядит лучше. В том, что продукция качественная, губернатор убедился лично. Единственная проблема, посетовали ему руководители комбината, это сбыт. На реализацию молочные товары в основном поступают в магазины Михайловки. А вот, к примеру, в Волгограде полный ассортимент можно встретить только в крупных торговых сетях, да и то не во всех. Сергей Баженов поставил предправительством региона задачу провести анализ закупок для соц. учреждений. Качественное местное молоко, кефир и сметана должны быть и на школьных столах, и в детских садах, и в больницах региона. Продукция высококачественная, делается из довальческого сырья и вне конкуренции. Сегодня мы смотрим не только на успехи предприятия, мы смотрим и на рабочие проблемы. Это предприятие может увеличить в любой момент выпуск продукции. Главное, чтобы эта продукция расходилась по сетям и доходила до конкретного потребителя. И сегодня правительство Волгоградской области имеет поручение от губернатора и работает с сетевыми компаниями. Да и с закупкой молока обстоит дело непросто. Посетовали на заводе, приходится везти его из других регионов. По словам Сергея Баженова, развитие животноводства – один из главных приоритетов областных властей. И сейчас в регионе наблюдается пусть и небольшой, но прирост поголовья крупного рогатого скота. Кстати, Михайловский район, подчеркнул губернатор на церемонии «Честование лучших работников сельского хозяйства», входит в число лучших по темпам развития агропромышленного комплекса. Например, в этом непростом для хлеборобов году здесь намолотили почти 160 тысяч тонн зерна. Несмотря на погодные условия, с задачей справляетесь. И цена вроде бы не обижает товара сельхозпроизводителя и на пшеницу, и на семечку. Есть уверенность, что те озимые всходы, которые мы сегодня наблюдаем, принесут хороший урожай. И вы будете довольны, и страна будет довольна, и потребитель будет доволен. И не будет опасений, что в нашей стране не хватит хлеба. Среди тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона – Николай Бурдынов. Он занимается сельским хозяйством уже почти 10 лет. За это время были и промахи. Но в большинстве случаев, когда делается ставка на хорошие семена, говорит фермер, урожай не подводит. Сейчас в его планах заняться расширением ассортимента выращиваемой продукции. Основное направление моего производства сельхозпродукции – это зерновые и масличная культура. Но сегодня время диктует так, что надо и другие направления использовать. За свой труд Николай Бурдынов был удостоен благодарственного письма от Министерства сельского хозяйства страны. Заслуженные награды губернатор Сергей Баженов вручил также лучшим Михайловским животноводам, земледельцам и сельхозпредприятиям. Мария Иванченко, Александр Колоскин, телекомпания «Ахтуба» из Михайловского района.